Всем здарова ребят, добро пожаловать на власть Линголец с модом Минорад. Вчера у нас стартовал турнир под названием Пламя Анора. Сейчас расскажу пару слов о нем и, собственно, начнем его обозревать. Рега была закрытая, поэтому я не делал никакие оповещения, ведь, ну, по сути, это не имеет смысла. Вот как выглядят участники. Спонсор сам выбрал их, собственно, 16 человек. Так, будет 3 тура. В каждом туре будет 5000 призовых. Первый тур дуэльный. Будет он в формате групп, то есть в каждой группе, которая у вас на экране, игроки будут друг с другом драться. БО-3. И за каждую победу будут получать очки. После чего 2 игрока в каждой группе с максимальным количеством очков проходят дальше. Соответственно, из 4 групп превращаются в 2 группы и потом в 1 и уже, собственно, выигрывают, играют в финал. Следующий тур будет командный, а затем еще и смешанный клановый. Но об этом я уже расскажу, когда они стартанут. На канале будут в ближайшее время только турниры. Я планирую комментировать прям подряд, без отвлечения. На этом все. Приятного просмотра. Поехали. Открываю турнир Элисар и Мадик. Сразу говорю, чтобы некоторые Джерри Ди не бугортили все первые матчи на бродах. Это требование спонсора. То есть первая карта всегда броды, а вторая и третья уже по выбору самих игроков. Если что. За Лот Лориен играет Элисар. А, ну и матчи на нейтральных хостах также. Значит, Элисар играет за Лот Лориен и за Ангмар играет Мадик. Я очень сильно удивлен, что Элисар решил играть такой матчап. У них там, короче, баны были. Типа, а, ну надо, наверное, тоже об этом сказать. Каждый игрок... О, школа Зиреэля. Каждый игрок выбирает полфраг. 5 штук. Из них его противник банит 2, насколько я понимаю. Вот, и, соответственно, уже из оставшихся можно выбирать. И плюс нельзя повторять бики. Такие дела. Но как-то так получилось, что неудобный матчап прошел у игроков. Ну, посмотрим. Так, значит, старт в мечников. Ну, в принципе, понятное дело. Тут надо только в мечников играть. Давайте посмотрим, что делает Мадик. Стой. А, господи, я... Я ветерман вес путал с ветром колдовским. И такой, нифига, какого черта. Так, значит, пока не решился, в какую страту он будет играть. Повторюсь, на мой взгляд, в этом матчапе, что выход в волков, что выход в ветер, хорошая идея. То есть, не важно, какой порядок, но вам нужны две эти обилки обязательно. Побежали мечники. Мадик на самом деле халявит, потому что, ну, если здесь печать, это же очевидно, что будет раш мечники. Может, он не сталкивался с этим. Но выходит еще два отряда и должны задефаться, по идее. Но, походу, не успеет. Да, не успеет. Решил захаляить все-таки. А, кстати, печать кривовато поставлена. Они без печати зачистили. Если что, она им не давала баф. Не подумал об этом, видимо, Элисар. Спас одного мечника, замечательно. И сейчас спасет. И, в смысле, сейчас снесет вторую мельницу. И здесь тоже неудача у Мадика. Он просто не успевает. А, недоконтроль. Надо было спасать этого мечника. Элисар ошибся. Как-никак, 300 монет. Спасет ли он этого, это уже другой вопрос. Тут как бы... А, он не пытается даже. Ну, зря-зря. Еще 300 монет потерял. Да, этот размен в его пользу. Он забрал ключевухи. Да, но, блин, было бы еще больше преимущества. Тем временем, Мадик забирает тролля и получит доступ к таверне. Тем временем, Элисар забирает варгов. И пробегают мечники... А, окей, братки появились. Пробегают мечники еще на харас. Так, 4 отряда мечников Мадик отправляет. Тут можно убивать призывателей братками. Неплохая идея. Если комбинировать их скиллы, то... А, как странно. То можно ваншотнуть призывателя. Я просто... Смотрите, я удивлен, что... Элисар не пытался возмездием добить. Но, с другой стороны, Мадик решил не контролить свой отряд. И призыватель отделился очень далеко от орков. И поэтому... Это же Румиль? Да, Румиль убил его. На изичах, так сказать. Возмездие прилетело и крепость зафокусила. И плюс... Второго призывателя тоже. Фейл произошел. 4 отряда было потеряно. 700 монет. Кажется. Сейчас математика моя заработает. 300... Правильно, 700 монет. Тем временем, минус еще одна мельница ключевая. Отлично. 4 отряда есть. И... Мадик играет матчап Ангмар-Лоло на турнире в Варчант. Ты серьезно? Окей. Мадик отдал все свое преимущество. Ну, ладно. Вот это пипец. Неожиданно, конечно. Элисар забирает крип варгов. Так, а тут будут орки? Нет, пока что. И большая разведка на фланг побежала. Здесь то же самое. Мадик хочет забрать какие-то такие бесхозные малорны. Один есть. И все. На низкой экономике играет Элисар. Забирает крипы. И появился Халдер. Ну, он, видимо... И появился Халдар тоже. Он, видимо, ожидает проблемы. Но... Их не будет. Кстати, Халдер против Волков был построен. Но их не будет. Поздравляю. То есть, даже если сейчас выйдет Мадик у Волков, у него не будет ветра. Ну, в смысле, он будет в будущем. Но у него в данный момент не будет ветра. Он не сможет воспользоваться. То есть, ему еще кучу времени придется ждать. Фейл. Не совсем понимаю, с какой целью убежал. Халдер, возможно, до сих пор боится. Мадик маячит. К самому себе, что ли. Окей. Мадик маячит по недобитых минус румиль ключевухах и минус Халдар. Лоси пытались давить метателей, но не очень эффективно. Но, в принципе, отбивает всю атаку Мадика. Элисар и Халдар. Это очень, очень большая потеря. Появился смертонистный ветер. Ну. Хз даже. Сейчас его юзать уже не нужно. Еще одна мельница падает. Рабочий падает. Ах. Какое фиаско. Мадик. Очень плохой контроль показывает. Но есть 300 рублей. Надо отправить строить фермы. Просто ужасно. Есть большая армия, но... Он забайтился на вот этих ребят. И эти пацанчики сносят еще одну. Это последняя ключевуха, между прочим. Хотя можно было бы, кстати, пятую здесь ставить в начале игры. Ну, не прям со старта, разумеется. Это было бы слишком жирно. Особенно для турнира. На стриме я бы, может быть, так бы и сыграл. Но не на турнире. Но чуть позже можно было бы поставить. И она бы не сильно отставала бы от ключевух. По прокачке. Но, к сожалению. Либо, может, я пропустил ее снос. Но мне кажется, что она ее не ставила. Просто вот такие вот фермы. Вот это, вот это. Они более опасные. Ну, их сложнее задефт. А эту нет. И сейчас как раз-таки Элисар ее зачистит. Так, орки из таверны снесли Малорн. Выход Вента. Ну, все. Элисар празднует победу. Сколько прошло? 10 минут. Это при том, что я в начале рассказывал про турнир. Минут 5, наверное. 6 прошло. Это победа уже в матч. Жесть. Юзается Ветер. Ну, Халдера тут не убить. Но, может быть, какую-то часть эльфов получится убить. Отвечает также Ветром Элисар. И решает сражаться. В принципе, здесь куча метателей. В ближнем бою они не вывозят. И Мадик, по сути, сейчас потеряет все. Да. Один отряд у него спасется. Он решает отступить. Ну, в принципе, эти ребята могут воскресить численность своих отрядов. Но придется долго ждать. Экономики нет. Таверна захвачена. Давайте я вам сэкономлю время. И промотаем. Это... Ну, это поражение. Где там Энт? Скоро он выйдет. Это невозможно выиграть в... В этой ситуации уже Мадику. Да, все. Он это осознал. Ну, надеюсь, второй матч будет поинтереснее. Напоминаю, что... Игры ведутся до двух побед. То есть, если этот матч выигрывает Мадик, будет еще один поединок. Если нет, то Элисар получает свои очки и... Ну, будет играть дальше. Хотя Мадик тоже будет играть дальше. Такс. И кажется... Кажется, я забыл показать вам кое-что. Не то. Вот это. Вот это забыл показать. Ну, будет грустно, если я показывал это в первом ролике. У меня просто склероз сработал. Итак, за Изенгард играет Мадик. И за Арнор играет Элисар. Обожаю Вестфольд. Давайте чутка мотнем. Так, Вартедайн играет. Сразу копейщики. Значит, на Тролля и на Варгов пойдет. Скауты крипят Тролля. Так что не успеет, скорее всего, Элисар забрать у Мадика Бобоса. Кстати, этот матчап именно против Артедайна для Изенгарда весьма неприятен. И то, что он может забрать в начале таверну, это супер хорошо. Потому что ему надо как-то отвлекать противника. То есть, если Арнор сможет строить просто мечников и копейщиков. То есть, ну, он будет строить только мечников до поры до времени, пока вы кавалерию какую-то не построите. И при этом его раш не сильно ухудшится, потому что копейщики, как и Гондорские. Пардон. Так, сори, меня прервали. То есть, почему я веду? Погодите. Вау, неплохо. Три сундука забрал. Не везет Мадику. Это должны были быть его деньги. Все. Ну, он, в принципе, копейщиков там практически всех убивает. Ну, то есть, по сути, два копейщиков живых осталось. И четыре ходячих трупа. Так вот. Так вот. Допустим, игрок строит кавалерию. Раш Артедайна не сильно ухудшается, потому что копейщики весьма крепкие, вот эти. И дешевые, как и Гондорские. То есть, особо много денег на них тратить не нужно будет. Соответственно, чтобы перестал он чизить, вам нужно делать контратаки. Изенгард не сможет контратаковать уроками. А, он в дикаре играет. Ну, опять-таки, на мой взгляд, это рискованно. По идее, может. Но лучший вариант для него, это контратаковать из таверны. Время от времени прикрывая ее. Тогда вынужден будет хотя бы лучников строить Арнор. А, ну или конницу, что, кстати, сразу ее строит. Такое впечатление, что Элисар не будет его рашить. Он просто в криппинг играет. Окей. Забейте. Ну, если просто будете играть такой матчап, то имейте в виду, Изенгарду вначале сложновато придется, потому что надо будет много денег потратить. И надо будет как-то избавиться от чизинга. Так, он, видимо, тоже хотел этих варгов забрать. Но, увы. И сейчас он должен решить, что они побежали туда. Он, да, он проверил. Этот крипп стоит. Куда они могли побежать? Налево. Налево. Ну, они, конечно, могли еще на базу побежать, но... Блин. Если бы он сейчас пошел туда, он бы от конницы, по идее, бы задефался. Но он, правда, сейчас будет бежать. Испугался. А в какую обилку он играет? А почему он ее не ставил? Балантир не мог откатиться так быстро. То есть, он его не юзал. Он мог бы увидеть конницу. Ой, жесть. Что-то Мадик, короче, тильтанул, наверное. Перенервничал. Очень плохая игра. Ну, куда? Это же конница! Куда ты идешь? У тебя же нет копейщиков. Она же всех убьет. Пытается пробежать сюда. А, и так же харасит. Копейщиков подвезти. Ой. Походу, он сольет эту катку тоже минут за пять. Ну, ему повезло. Вторые левелы остались. То есть, со временем эти скауты восстановятся. Цитадель, скорее всего, будет разрушена. Хотя, я не уверен. Ох, это был байт. Проезжает в спину Элисар. Ну, Мадик хотя бы копейщиков поставил возле скаутов. То есть, тоже норм. Но вот эти ребята не выживут. А вот теперь, мне кажется, все-таки цитаделька упадет. Ну, ладно. Увидим. В тыл пробегают дополнительные отряды. И Элисар понимает, что у противника выход в лес. То есть, теперь он может, когда захочет, приехать конницы и продавить рабочих. Снова поехала пачка. Снова по дикарям. Правда, цитаделька выжила. Ну, Мадику обязательно нужно ее задефать. Выход в лурца рановато. Учитывая потери. Ну, хотя, может быть, у него дополнительные ресурсы есть. Ну, ладно. Может быть. Так, отсюда выводится копья. Ну, эту стычку он, скорее всего, выиграет. Дикарид, наверное, копейщиков затащит. Пусть они и стоят в два раза дешевле. Но все-таки это копейщики. А, все-таки передумал. Подводит копья. И есть лучники. Вот о чем я говорил. Но, в принципе, Элисар не рашит. Так что. Типа никакого чиза нет для Мадика. Но у него и так проблемы. Одна лесопилка упала. Вторая тоже будет убита. Этих ребят недостаточно. Они не успеют задефать ее. И Элисар уже целится в ключевуху. Ну, по идее, крепость успеет. Она второго левела. Плавильня. Брони больше стало. Здоровье тоже. Крепость должна задефать. Да. Так. Так. Лесопилка упала. Скауты получили второй левел. Еще одна лесопилка выросла сверху. Мадик пытается перехватить сигналки. Одну он перехватил. Но Элисар забирает обратно. Ну окей. Кажется, он собрался. Получше началось. Не проиграет он за пять минут. Если не будет допускать ошибки, может быть, даже выиграет. Кстати, вот это вот, вы, возможно, посчитаете, что это какое-то нумство. Но он правильно делает. Ему нельзя сражаться с этой армией. У него только один линит, который не огребет. Это Лурц. Его скауты подохнут. Как и его копейщики подохнут от этого. А там еще и конница есть. О, ну еще две пачки копий пришло. И он правильно делает, что строит дешевых копейщиков. Так как он проигрывает, ему нужно экономить ресурсы. Любопытный старт Варонарта. У Элисара не совсем понимаю, зачем. Неплохо. Мадику придется отступать. Да, он не... Не получается ему нормально копейщиков поставить. Он так все потеряет. Надо отступать. Ой, жесть. Хотя, может быть... Ладно, в этот раз они не продавят. Но... Скаутов потерял. Там был, напоминаю, второй левел. Где-то... Это дикари пробегают здесь тоже на перехват. Походу, он два отряда скаутов потерял уже. Я не вижу тех, которые дефали лесопилку. Обидно. Ну ладно, Аронарт, может быть, против дикарей хорошо зайдет. Снова заезжает конница. Копейщиков уже нет. Лурц поймал Аронарта. Подбегать с помощью Берса нельзя в ближний бой, потому что ему прилетит пронзающий удар. Окей, это просто был мисс контроль небольшой. А вот это уже Берс. Ну-ка, Элисар. Элисар, не разочаруй. И пронзающий удар. И минус Лурц. О чем я говорил. Нельзя было. Вообще, не нужно было пытаться убивать Аронарта. На данном этапе у него никаких обилок нет. Кроме этого скилла, который только по Лурцу ударит. Ну, в смысле, он же не будет... Он же не будет в обычный урок... Урока его вкидывать, правильно? То есть, угрозы герой никакой не представляет. Не надо было рисковать. Но в любом случае, Мадик уже проиграл просто. Слишком много потерь, слишком много ошибок. Конница заруинила ему игру. Это уже не вытащить. Элисар еще и проверяет лесопилки. Ну, ох. А, проехал. Нифига. Он как будто почувствовал, что в этот момент я посмотрю и... И такой... Фу, ну блин, почему обилки не юзает? И заюзал. Ну, к сожалению, первый турнирный матч Комом. Это поражение Мадика. Тут уже нет смысла дальше смотреть. Я бы сказал, что это тоже уже невозможно выиграть. Изин, конечно, такая фракция, которая может нехило так дефаться. Она может себе выстрелить коммуналку и надеяться на что-то. Но, блин, в этой ситуации не думаю. Так много потерь. Ну, он может попытаться... Вот, подойти сейчас к копейщикам и сюда на деревья закинуть опустошение. Получить деньги и попытаться еще и всадников убить. Это неплохой вариант. Отсутствие всадников поможет ему хотя бы не строить копейщиков. То есть, строить посильнее войска. Но он решил этого не делать. А вот теперь уже заюзал. Ну, это ошибка. Потому что деревьев здесь не было. И попал только под один отряд всего лишь. И они как-то... Офигеть, они вылезли от Тодда. Нормальные челы. Грустно. Да, все уже. Давайте промотаем. А, заградился Аронарт от Мольбета. ГГ. Не сдается. Ну, я надеюсь, Мадик соберется. У него есть шансы пройти дальше. Это поражение абсолютно ничего не значит. Ему всего лишь нужно занять второе место в группе. И он пройдет дальше. То есть, если он соберется и дальше матчи будет выигрывать, то все у него будет хорошо. Но ему надо учесть эти ошибки, конечно же. Ладно, промотаем. Не хочет сдаваться, зараза. Ну, тут нечего ловить уже. Сейчас крепость упадет. Мотаем дальше. Все. Спасибо за внимание. Большое спасибо всем, кто стал моим спонсором. В описании ролика вы найдете ссылки на скачку этой игры. И много чего еще. Чао. Какао.